Девушки отдыхают Встретились перед ее репетицией И удивились, что всемогущая женщина-вамп Оказалась совсем еще юной девчонкой Певица, начинающая актриса И по совместительству мама двоих малышей О ней-то и пойдет речь В сегодняшней программе «Золотая молодежь» С вами Мария Осадник Я поняла не сразу ломать мосты Никаких вторых шансов Ловлю такси Говорю, что домой только дома нету Теперь ищу себе другую планету Пела я вот как только говорить научилась Все, песни, стихи Это все было мое А играть я уже научилась позже Это мы уже в Москву переехали Мне уже было лет 5 Может чуть больше В детстве у меня вообще не было никаких проблем С самовыражением Я как бы старалась это делать Только вот как только возможность появляется Везде, где много народу Там в автобусе это было Или еще где-то Вот я всегда рассказывала стихи И пела песни На праздниках на семейных Мне всегда просили спеть чего-нибудь Мама Кристины мечтала, чтобы девочка играла на фортепиано А папа планировал, что дочь выучат китайский В итоге ни с инструментом, ни с китайским У нее не сложилось Во время учебы в Институте стран Азии и Африки Кристина освоила турецкий Я думала, я приду учиться в институт И начнется у меня такая жизнь самая крутая Пришла я туда и поняла, что у меня самая крутая жизнь У единственного человека, наверное, из всех, кто там учился Потому что вот так выходишь в перемену на улицу Стоят один такой с какой-нибудь трубкой, весь в черном Другой еще какой-нибудь Потом сидят отдельно на этом На бордюре какие-то хиппи Там что-то играют Такие типа да-да Я попала вообще просто в какой-то мир Абсолютно для меня незнакомый Я приходила в институт с утра И уходила сразу после занятий И меня вообще не интересовала никакая студенческая жизнь Все потому, что хотелось петь, а не переводами заниматься Так и сделала Отложила диплом в дальний ящик Собрала все свои тексты И отнесла их продюсеру Александру Компанийцу А через некоторое время на экранах появился ее первый музыкальный клип на песню Скажу тебе да Не забуду сладостях ночей Только мы с тобой и тысячи свечей Сладкий голос, нежность сильных рук В море вечной страстей И сломанный каблук Этой ночью только для нас Ветром обжигают плечи, как в первый раз Этой ночью и на света Я недолго думая Скажу тебе да Скажу тебе да Скажу тебе да Скажу тебе да Дебютировала Кристина успешно Кстати, сначала она выступала под своим именем Настоящую фамилию Маркелова пиарить не хотела Решила, что на сцене надо звучать Вот тут и встал вопрос о псевдониме Как оказалось, выбрать его задание не из простых Помог случай Мы придумывали, придумывали Какой-то бред мы не придумывали И что только мы там не представляли к моему имени И совершенно случайно Мы пришли на студию И там был звукорежиссер И у него была фамилия Орса Но мы этого не знали Вот мы пришли И как раз вот в этой теме все там что придумать И такая доска И там написано Имя артиста, фамилия звукорежиссера И время И было написано Кристина Орса Весть о некой Кристине Орсе разлетелась быстро Тут же посыпались приглашения выступать на городских площадках Сниматься для журналов Но самым неожиданным для девушки Было предложение спеть дуэтом с Митей Фоминым Я скажу, что Митя на самом деле человек достаточно простой И мало того, он очень интересный человек У него нереальное чувство юмора И с ним невероятно легко общаться По крайней мере, вот мне Мне очень легко с ним общаться Мы пришли на какой-то показ Был композитор Рефтов Это же его песня, а не манекен И Митя участвовал в показе Вот, мы потом познакомились И что-то где-то потом сидели в каком-то кафе И вот пришла такая идея А что, если спеть вместе? По-моему, Рефтов сказал Давайте, а может, вместе Митя говорит Ну, давайте попробуем Все, приехали, что-то записали Ну, прикольно получилось И записали, и оставили, и сняли клип От гулей к нулям От углов к углам Вдоль по адресам Среди тысяч лиц Между двух столиц Ты терялся сам По перелам вниз До чужих дверей И чужих причин Я один из тех Кто не любит гром и дым Я бегу по городу Энн Вдоль манекенов и бренда Все, что было раньше, теперь Я называю игрой Я не буду сейчас один Я не буду теперь с другой Между сотен своих причин Я вновь чужой 25 ударов в сердце разбивают меня Я в городе Энн Я не манекен 25 ударов в сердце разбивают меня И нету причин Я в городе стен 25 ударов в сердце разбивают меня Но я никогда не буду один Если я найду дорогу, то найду без тебя моя половина. Кстати, именно благодаря Мите Кристина познакомилась со своим педагогом по вокалу. Нина основательно взялась за певицу. Репетиции как минимум четыре раза в неделю. Нам удалось подглядеть, как готовятся к живым сольным концертам. Когда ты стоишь и какая-то мысль есть, ты смотришь вдаль, в перерывах, ты во всяком случае отражаешь какую-то мысль и работу мозга. Когда у тебя мысли нет, ты расслабленная, они играют, а ты отдыхаешь в этот момент, зрители понимают, что тебе пофигу. Ему становится тоже пофигу, потому что он за тобой наблюдает. Их он слушает поскольку постольку, они говорят, что симпатичные, но смотри, кто на тебя. Кристина взяла в привычку собирать в своих клипах звездный состав. Так в клипе на песню «Забудь» главную роль сыграл певец и актер Алексей Воробьев. Звездная парочка сработалась мгновенно и даже подумывают о записи дуэта. Музыка, которую ты услышишь, напомнит лишь о том, что ты как будто не дышишь теперь, Пытаясь казаться сильней без меня. Но что-то мешает и снова так тянет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Певица призналась, что съемка видео для нее всегда волнительнее, чем запись песни. Так, например, клип на песню «Я не для него теперь» дался и Кристине, и всей съемочной группе совсем нелегко. У нас все время что-то ломалось. У нас ломалась машина, у нас ломалась камера, и все это происходило прям подряд. Потом там снимался Ваня Николаев, актер. На него надели какую-то куртку, намочили водой, он сел в машину. Там все покрасилось в этот коричневый цвет. Кстати, смешной момент был, когда пришел мужик, которого оставили следить за машиной, и такой подошел, вот так к окну, такой смотрит, «Это что?» А у нас был такой камерман, огромный вообще человек, он ходил в таком плаще, ну, просто лил дождь, и он такой говорит, «Что ж ты, куртка покрасилась?» Все, и он просто с таким лицом вышел. А это, ну, что, рабочий процесс, куртка покрасилась, машина испорчена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Разница огромная, это между съемками клипа и съемками в кино. Здесь, естественно, разница просто колоссальная, потому что, когда мы снимаем клип, все люди, которые находятся на площадке, их может быть очень много, они все пришли ради меня. Они снимают мое кино, и там я главная героиня. Естественно, это как бы один вариант. В кино я прихожу. Там уже своя огромная такая структура, как бы, да, своя семья, по сути. И я в нее пришла, по сути, на каких-то все равно птичьих правах, потому что, мало того, я не актриса, вот, и почти там нигде не снималась. И поэтому я вот, как мушка, хорошо, что позвали. Дорогая, ну, не получились игурцы, и бог с ними, что ты расстраиваешься-то? Не переживай так, все нормально. Все хорошо. Пора. До Нового года еще три часа. Рожать пора. А, нет-нет-нет, у нас же по графике только пятнадцатого же. Да, я понял. О, скатерть. А та с горячей водой и водку для дезинфекции. А зачем это? Рожать будем. Нет-нет-нет, мы лучше в больнице. Ой, в воду отошли. Главное, не волноваться. Почему она начала лягаться? Я не знаю, я ничего не делала. Я просто взяла розу и... Аркадиус! Ноль три не отвечает. Она празднует уже. Тевенч, тевенч, тевенч. Че, че? Три девятки. Господи, сколько у вас служб-то? Сегодня песни Кристины Орсы можно услышать на многих радиостанциях страны. Да, и ради них персон девушка знает неплохо. Среди них выпускник нашего университета. Я знаю, что этот университет входит в пятерку лучших в России. И, ну, что касается, там, например, моей темы, да, радио и так далее, там этот университет закончил Михаил Гуцериев, радиомагнат. Запись альбома, клипы, фильмы. Девушка не считает все это своей профессией. Скорее, хобби. Кристина призналась, сегодня ее профессия – быть мамой. И в этом ее успех. Успех – это большой труд. Смотря в чем. Успех бывает разный. Вот, например, что касается семейной жизни, да, мне кажется, я добилась успеха. У меня двое детей, у меня сухарашол, у меня любимый муж и вообще… Ну, фу, вот, я старалась же рожать не так легко, вот, это пришлось постараться все это сделать. А что касается именно такого, как бы, делового момента, там, творчество, это шоу-бизнес или еще что-то, это такой труд, что я, конечно, человек достаточно ленивый. Очень ленивый. И мне, конечно, тяжело. Хотя мозги у меня очень хорошие. Придется вам поверить мне на слово. Вот если бы я занималась бизнесом, я бы, конечно, была крутым бизнесменом. И папа мне всегда об этом говорит. Но мне нравится петь песни и сниматься в кино. Студентам можно много чего пожелать. Мне кажется, я так давно была студенткой. Отлично сдавать экзамены, хорошо учиться и думать пока что только об учебе. Иначе проблемы потом с этими экзаменами. Столько у меня тоже было проблем. В общем, короче, я желаю успехов в учебе. Вот, вот, успехов в учебе студентам. Я Кристина Орса. Смотрите Плеханов ТВ.